Генеральный партнер программы новостей – производственное предприятие «Меркурий-2». В эфире новости Анапа. Регион в студии Татьяна Григорьева. Смотрите сегодня в нашем выпуске. Ну почему я должен ездить, а вы являетесь? Ребят, занимайтесь вы сами, у вас целое управление. Точку убрать, газон восстановить. Глава города призвал подчиненных более ответственно подходить к выполнению своих обязанностей. Да никаких секретов, просто садим, выращиваем. Сейчас все дорого покупать. Фимикаты, мюхаты. Тест на качество. Арбузы и дыни на ярмарках-привозах проверили специалисты. Есть ли нитраты в анапских полосатых ягодах? Расскажем. Очень удобно. Не нужно идти в поликлинику, стоять в очереди. Диагностика с доставкой. Специалисты Анапского управления пенсионного фонда проверили свое здоровье, не покидая рабочих мест. Завершился первый этап установки в Анапе и сельских округах детских и тренажерных площадок. Глава города осмотрел один из объектов, пообщался с жителями. Гости курорта видят в уличных тренажерных комплексах альтернативу платным аттракционам. А часто вы койки на площадке? С ребенком в два раза. Наталья и Марк живут буквально в паре шагов. По словам мамы, такая площадка способствует физическому развитию и укреплению здоровья. Тренажеры появились здесь около пяти дней назад. Я хочу поблагодарить законодательное собрание Краснодарского края, в первую очередь Юрия Санча, Абурлачка, что он уделяет внимание нашему городу курорту. И благодаря ему мы установили 11 детских площадок и в сельских округах установили. И установили две площадки спортивных тренажеров. Для города это нужно. Население у нас растет. Дети растут. Все для детей. Этот комплекс установлен во дворе дома номер 119 по улице Лермонтово. Глава города курорта Юрий Поляков осматривает новый спортивный объект. Вторая площадка в центре Анапы в самом начале улицы Горького. Людмила Финько из республики Коми. Внук из Перми. Именно он нашел тренажеры, пока гуляли неподалеку. Вот такого плаваю, оцениваю положительно. Потому что все остальное, это как кидать бананы, шарики лопать, это все уже и неинтересно, и дорого, и родители на это не соглашаются. Деньги тратятся каждый день. А здесь, пожалуйста, бесплатно и здоровье. Кроме спортивных комплексов Анапа получила детские площадки. Пять установили в городе и шесть в сельских округах. По словам Юрия Полякова, депутаты Краевого законодательного собрания утвердили финансирование следующего этапа проекта. В рамках второго транша Анапа получит еще более десятка площадок. Благоустройство дворовых территорий, как в Анапе, так и в сельских округах, один из приоритетов в работе муниципалитета. Ирина Меркурьева, Александр Ребека, Михаил Григорьев. Анапа. Регион. В сквере Гудовича высадят новые деревья и проведут благоустроительные работы. Такие задачи на месте поставил глава города Юрий Поляков. В целом, состоянием сквера он остался доволен. А вот работу некоторых управлений подверг жесткой критике. Подробности в сюжете. Пышная зелень, благоустроенные тенистые дорожки, скамейки и урны. Сквер Гудовича – одна из самых популярных зон отдыха у анапчана гостей курорта. Юрий Поляков обращает внимание на народную тропу, проложенную от улицы Крепостной колеи возле Краеведческого музея. Глава города отмечает, не нужно здесь восстанавливать газон или перекапывать землю. Если людям удобно таким образом сокращать путь, так почему бы не благоустроить для них этот участок? Вот эту дорожку. Здесь люди постоянно ходят, они вытоптали. От того, что мы здесь будем копать или что-то делать, ничего не изменится. Значит, здесь нужно проложить плитку, сделать им самый короткий путь оттуда, а пройти сюда. Кроме новой пешеходной зоны, в сквере должны появиться и молодые деревья. О необходимости обновлять зелёное убранство города Юрий Поляков говорит почти на каждой планёрке. Сейчас провели инвентаризацию. Порядка 138 деревьев будет высажено в этом случае. Помните, я давал поручение на городской планёрке. Это не только здесь, это по всему городу. То есть, нам нужно прямо организовать субботники в сентябре, октябре, когда там время высадки деревьев, и отработать эти моменты все, и высадить побольше новых деревьев. То есть, в городе должно быть как можно больше зелени. Есть в сквере и своеобразное место боевой славы – дот времён Великой Отечественной войны. Но он никак не обозначен. Большинство прохожих, скорее всего, даже не знают, что это такое. Хотел бы обозначить это место. Может быть, нам 2-3 секции надо поставить, чтобы человек шёл и имел понимание, что это дзот времён войны. Общий облик сквера портят обрывки объявлений на фонарных столбах. Юрий Поляков ставит задачу продумать варианты защиты от нецивилизованной рекламы. Например, обтянуть столбы сеткой. А вот что необходимо добавить, так это указатели с названием сквера. Заместитель главы Анжелика Бузунова доложила, информационные таблички установят уже на следующей неделе. Они должны хорошо вписаться в общее благоустройство. Но часто благоустройство заканчивается там, где начинается бизнес. Рядом с законной точкой по продаже кваса предприниматели самовольно пристроили холодильник с мороженым. В итоге вместо зелёного газона – голая земля. Вопрос к управлениям торговли и муниципального контроля. Сегодня не будет этого? Сегодня не будет. Так оно стояло вчера и позавчера. Это один вопрос. Она сидит там, она вытаптывает там. Вот осенью вам обоим дам по лопате, по лопате. И чтоб вот это всё вскопали. Она стояла вначале здесь, вытоптала весь овок. Переехала на эту сторону, вытоптала здесь весь овок. Есть аукционная квасная точка, я так понимаю. Они тихо к ней опристроили мороженое. Ну что это такое вообще? Ну почему я должен это ездить, а вы являетесь? Ребят, занимайтесь вы сами, у вас целое управление. Чиновники заверили, что восстановление газона возложат на того, кто его уничтожил. А работа по пресечению незаконной торговли будет усилена. На владельцев шлагбаума на подъезде к пляжам Большого Утреша подадут суд. По данным региональных властей, участок земли используется не по назначению. Есть определенные вопросы и к пляжу на высоком берегу. В Анапе с рабочим визитом побывал министр курортов и туризма Краснодарского края Христофор Константиниди. Мониторинг пляжных территорий проводится по поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева. Вместе с тем глава ведомства отметила и положительную динамику. Он побывал в поселке Большой Утреш, где есть многочисленные вопросы к тем, кто устанавливает шлагбаум и взимает плату за проезд автотранспорта, обеспечению безопасности на пляже. Все проблемы будут решаться комплексно. На пляже в районе улицы 40-летия Победы стало значительно чище, однако остаются вопросы к инфраструктуре, общепиту и торговле. Стоит отметить, что вопросы безопасности требуют особого внимания, наличие оборудования, наличие спасателей на всех пляжных территориях. Кроме этого, комиссия сейчас обращает внимание на благоустройство, на соответствие требованиям ГОСТов, методических рекомендаций по благоустройству пляжей. Помимо замечаний, конечно, отмечены и лучшие практики, ряд пляжей города-курорта Анапы вошли в лучшие практики, организации безопасности, благоустройства пляжных территорий, которые, конечно, заслуживают внимания. Ну и это как раз для того, чтобы популяризировать это направление, как лучшие примеры. Работа Межведомственной комиссии, она приводит к тому, что, первое, мы достигаем той цели, это обеспечение безопасности нахождения наших граждан именно на курорте Анапы. Соответственно, это качество пляжного оборудования, это качество тех оказаний услуг, которые находятся на пляже, это торговля, это другие виды услуг. И, конечно же, работа этой комиссии, она сильно помогает. Однозначно, позитивные моменты есть, но работы еще много, и мы будем работать и продвигать наш курорт. Более подробно о визите министра мы расскажем вам в понедельник. В самом разгаре арбузно-дынный сезон. Ярмарки-привозы радуют жителей и гостей курорта изобилием спелой и сочной ягоды. Насколько она безопасна, проверяют специалисты Управления сельского хозяйства городской администрации. Вооружившись нитратомерами, комиссия еженедельно совершает рейды по привозам. В одном из них побывали и наши корреспонденты. На анапских ярмарках-привозах яблоку негде упасть. При лавке заполонили арбузы. Август – сезон полосатой ягоды. Только на одной ярмарке в день продается порядка 12 тонн арбузов. И если за их количеством следят фермеры, то качество контролируют специалисты Управления сельского хозяйства. За каждым привозом закреплен ветеринарный врач. При помощи экотестеров он проверяет уровень радиации и нитратов на соответствие допустимым требованиям. И дыни, и арбузы выдерживают проверку. Вячеслав Ярыга – фермер с 15-летним стажем. Арбузы выращивает сам. Сам же и продает. Считает, что при созревании полосатой ягоды самое главное условие – это солнце. Никакой химии и пестицидов. Только тогда плод вызреет правильно и будет действительно вкусным. Сейчас садим конкретно под ярмарку арбузы. То есть садим 15 гектаров арбуза, ой, 5 гектаров арбуза, но по очередности. Через каждые 20 дней, чтобы можно было реализовывать потихоньку и дальше продолжать, чтобы на все шло по очереди. Да никаких секретов. Просто садим, выращиваем. Сейчас все дорого покупать. Фимикаты, мюхаты. Ну так вроде все. Все в оборот делаем, да и все. У нас пшеницу, потом арбузы. Проверка арбузов и дынь на содержание нитратов проводится регулярно и на всех ярмарках-привозах. С начала сезона опасных плодов не выявлено. У каждого фермера продукция проходит полный контроль качества и сертификацию. Еженедельно с ветеринарными врачами мы проводим мероприятия по выявлению нитратов на бахчевых, в том числе бахчевых культур. Эта мера необходима для того, чтобы люди не получили пищевое отравление. Но бдительным должен быть и сам покупатель. Приобретать арбузы стоит только в местах, где продукция гарантированно проходит контроль качества, а не на уличных рынках или вдоль трасс. Руслан Душевский, Анапа-регион. В Анапе обновляют пешеходные переходы. По поручению главы города Юрия Полякова покраску дорожной разметки начали с участков вблизи социальных объектов. Специалисты муниципального предприятия «Ремстрой» работают в значное время, чтобы не создавать неудобства автомобилистам и пешеходам. Зебры уже стали ярче в районе первой школы. Там покрасили 8 пешеходных переходов, а также возле школ номер 2, 5 и 12 в станице Анапская. На очереди школы номер 4, 7 и возле гимназии «Аврора». Сотрудники Анапского управления пенсионного фонда проверили свое здоровье в рамках выездного мероприятия отделения медицинской профилактики. Актуальная тема, о которой обеспокоены медики, это заболевания, вызванные избыточным весом. Именно для профилактики ожирения специалисты и проводят диагностику и лекции для сотрудников предприятий города. По словам врачей, большинство людей, стремящихся к идеальной фигуре, изматывают себя голодом и диетами. Это не только неправильно, но и опасно. Рацион питания и комплекс физических упражнений должны быть индивидуальными. Биоимпеданс – высокоточное исследование, показывающее количество мышц, жидкости, жировой и костной тканей в организме. За основу берутся рост, вес и сопротивление биологических мембран низкочастотному току. Очень удобно. Не нужно идти в поликлинику, стоять в очереди, ждать специалиста. Приехали, рассказали, все доступно, все понятно. Узнала, что нужно спать до 22 ложиться, не кушать после 6. Ну, в принципе, все мы это знаем, просто не все соблюдаем. С помощью современного оборудования можно диагностировать предпосылки к ожирению, узнать о состоянии мышц и о том, насколько правильный путь к здоровью выбрал пациент. Предотвращение хронических заболеваний, острая память и крепкое сердце – всего этого можно достигнуть, лишь придерживаясь здорового образа жизни. Основная мысль – это разъяснение достаточно подробно, наглядно о образе дня, каким он должен быть, об рациональном режиме рабочем, то есть так, чтобы это была и гимнастика, и зарядка, то есть вот именно рациональный режим труда. По группам это вот примерная схема, то, как оно должно быть. То есть сон, он должен быть 10 вечера, не позже, иначе происходит повышение одних гормонов и дезрегуляция всего последующего дня, то есть с нарушением режима рабочего. То есть это все сказывается. Поэтому сон в 10 вечера, далее завтрак в первый час после пробуждения, желательно до 9 утра. Завтрак здесь индивидуально, должен сочетать либо углеводы с белками, либо преимущественно белковую пищу, то есть опять же от человека отталкиваясь. Далее, кому нужны перекусы, кому не нужны. То есть это не абсолютное показание, что вот одна схема должна быть у каждого. Нет. В управлении пенсионного фонда состояние своего здоровья узнали более 70 человек. Пройти медицинское обследование могут все желающие, обратившись в отделение медицинской профилактики города-курорта. Никита Бойко, Ксения Сипко, Роман Беркалиев, Анапа-регион. 11 августа Анапа широко отпразднует один из старейших праздников страны – День физкультурника. Мероприятия, посвященные этой дате, начались уже сегодня. В спортивной школе «Виктория» с праздником поздравили воспитанников и тренерский состав. Особенно отметили тех, кто отдал профессии долгие годы своей жизни. Одна из старейших работников школы – Валентина Багасьян – преподает плавание. Под ее чутким руководством были выпущены десятки спортсменов, которые принесли в спортивную копилку Анапы не одну сотню наград. За профессиональный вклад в развитие спорта под громкие аплодисменты ей подарили велосипед. Праздник, правда, оказался прям неожиданно хорошим. Детки, несмотря на то, что каникулы, собрались, пришли, организовано, это прям радует глаз, радует душу, потому что детвора прикипает к нашей школе Анапская. Это очень хорошо. А что я вам скажу, вот годы, наверное, не мешают жить правильно никогда, потому что начну с того, что в здоровом теле всегда здоровый дух. И когда наше тело здоровое, мы правильно живем, правильно мыслим, правильно развиваемся. Всем педагогам директор школы Ольга Егорова вручила сертификаты на один выходной в любой рабочий день недели. А юным спортсменам подарили поход в кино. Далее информация о партнерах программы. Производственное предприятие «Меркурий-2» успешно ведет строительство многоквартирного комплекса «Кавказ». Строительная компания приглашает приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. Еще один наш партнер – тренажерный клуб «Витязь» предлагает привести в порядок фигуру по специальным сниженным ценам. Не упустите возможность. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте anaparegion.ru. А я с вами прощаюсь. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин